Когда в торопях покидаешь свою страну и приезжаешь в ту, в которую еще можно, совсем не до изучения разных деталей, адаптироваться приходится прямо на ходу. Сегодня собрали для тебя основные действия, которые необходимо сделать прямо в первые дни твоего пребывания в Турции. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, адаптируемся. Первым делом оформить турецкий ИННМ. Его можно сделать онлайн или физически прийти в ближайший офис налоговой службы. В Турции такой офис называется Вергидейрес. На карте Google все адреса показываются точно. С собой возьми загранпаспорт, запиши адрес своего проживания, даже если это отель, не важно. Попросит назвать номер телефона. Можно использовать российский. В налоговое выдадут бумажку с набором цифр и с твоими данными. Делается это минут 10. Как сделать онлайн ИНН и записать для тебя видеоинструкцию? Посмотри вот здесь. Мы лично делали онлайн, но сейчас появляются сообщения, что у некоторых по каким-то причинам не получается это сделать. Но ты сначала попробуй, прежде чем идти. Купи себе турецкую сим-карту, посмотри видео без воды по мобильным операторам в Турции. Я старался сделать без воды. Купи Инстамбул карту, если ты в Стамбуле. Без нее на транспорте обанкротишься, а некоторыми видами вообще не сможешь пользоваться. Вот здесь видео, все об Инстамбул карту. Подробная видеоинструкция, как ее приобрести. Меняй деньги на жизнь. Не меняй большую сумму. 200 долларов для начала вполне хватит. Курс лиры к доллару скачет туда-сюда. Через неделю сможешь выгадать лишних 50 лир, которые совсем не лишние, поверь. Тем более в нынешнее время. Менять деньги нужно в пунктах обмена, не в банках. Они здесь на каждом углу. Просто смотри по сторонам. Следующее. Сними квартиру. Если снимать посуточно, то получается очень дорого. Если помесячно, то дешевле. Если сразу снять на 6 месяцев, то еще дешевле. Но имей в виду, при аренде от 6 месяцев попросят сразу заплатить за все месяцы. Либо можно договориться на 3 месяца одномоментной оплаты. Договаривайся с турками. Они договороспособны. На что обратить внимание при аренде квартиры, посмотри вот здесь. Квартиру можно снять через сайт sahibinden.com. Для регистрации потребуется турецкий номер. Как снять квартиру на этом сайте и на что там надо обратить внимание, смотри вот здесь вот видеоинструкцию. Либо же можно ходить по офисам недвижимости. Они здесь называются МЛАК. И спрашивать квартиры прямо там. Первый раз мы снимали квартиру через сайт sahibinden. Второй раз на сайте ничего не нашли и пошли по офисам. Прошлись по 6 офисам и в 7-м нам повезло. Нашли вот эту вот хатку. Покупать продукты лучше в больших супермаркетах. Типа Хакмар, Чутенькая, Мигрос. А вот фрукты, овощи и рыбу лучше покупать на фермерском рынке. Так и дешевле и качество выше. В каждом районе стихийные рынки открываются в определенном месте в определенный день. Их расписание можно посмотреть вот здесь. Ценник на рынке снижается к концу дня. В вечернее время, а особенно под закрытие часам в 19, распродаются остатки продукции за копейки. Мясо лучше брать в мясных лапках под названием КАСАТ. Их много в каждом районе. Просто смотри по сторонам. Там мясо значительно лучше и свежее, чем в больших супермаркетах. Пользуйся онлайн-переводчиком, чтобы суметь сориентироваться в названиях чего угодно в Турции. А также скачай себе говорящий онлайн-переводчик, чтобы общаться с местными. В кафе для местных еда дешевле, чем в туристических местах. И чаще всего даже вкуснее. Не стесняйся заходить в такие заведения, даже если они невзрачны на вид. Повар встретит тебя как родного. Еще и накормит пахлавой и чаем. Турки очень любят иностранцев. Вот так уже кучу друзей завел. Да, я обожрался по хламе вон. Выучи турецкие слова. Мерхаба. Здравствуйте. Тешекуля. Спасибо. Игуля. Добрый день. Гунайды. Доброе утро. Иакшамля. Добрый вечер. Хошчакал. До свидания. Хошбулдук. В ответ на хошгал Денис. Эти фразы помогут тебе располагать к себе местное население. Турки очень любят, когда иностранец знает хотя бы несколько слов на их языке. Отношение к тебе сразу будет другим. Вот увидишь. Проверено лично. Чтобы узнать цену на что-то, запомни простую фразу. Качлира. Что означает, сколько лир. Не спрашивай на английском. Вероятнее услышишь другую цену, которая будет значительно выше реальной. Если в арендованной квартире нет посуды или не хватает какой-нибудь посуды, иди покупать ее в местных маленьких магазинчиках, где продают всякую всячину. Такие, как были в 90-х в России. Помнишь? В таких магазинах цена значительно ниже, чем в больших супермаркетах. А качество посуды зачастую даже выше. Если у тебя деньги на карте российского банка, выводи их с помощью золотой короны. Для нее нужен турецкий номер. Действуй по инструкции прямо в приложении. Там все просто. Не вводи отчество. Все данные должны быть как в загранпаспорте и латиницей. Не кириллицей. Используй карту Тинькофф или Райфайзенбанк. Еще карта банка СПБ тоже присылает одноразовый код для подтверждения операций. Но берут они 1,5% от суммы перевода. Сбербанк код не присылает. Если в надличии только карта Сбера, скачай приложение Тинькофф и сделай виртуальную карту. На нее переведи со Сбера и с нее уже в золотую корону. Физический пластик тебе не нужен. Еще можно попробовать сервис Контакт. Там недавно тоже появилась возможность перевода из России в Турцию. Пробуй разные методы. Ну и крипту никто не отменял. Тут, кстати, много пунктов получения денег через крипту. Тут это совершенно легально. Но пользуйся только пунктами. Помогайки в Телеграме. Сразу идут в лесу. Да. Если планируешь остаться не на 2 месяца, сходи купи себе страховку. Рассчитывай на сумму не ниже 1800 лир, если тебе за 35. Если младше, то сумма будет ниже. Обрати внимание на частные страховки Сумпа Джапан Сигорта и Альянс. Их страховки покрывают большую часть случаев заболеваний. Страховки в Турции делают минимум на год, имею это в виду. Поэтому вопрос у нас все. Если есть у тебя вопросы какие-то, задавай их нам в комментариях. Мы на них обязательно ответим. Ставь палец вверх, чтобы другие пользователи смогли увидеть это видео. Обязательно подпишись на канал, если хочешь, конечно. Чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Которым может быть полезной этой информацией. Обняли, подняли. И немножко хрустли, чтобы было приятно. Пока. До свидания.